Тема объявленной лекции, как мы наверное уже все прочитали, параллельные миры и машины времени с точки зрения современной идеи. Тема такая, в какой-то смысле развлекательная, а с другой стороны, это хороший повод дать обзор некоторых идей современной физики, которые иначе могли бы вам показаться слишком сложными и скучными. Потому что, как ни странно, современная физика позволяет на эти темы, о параллельных мирах и машинах времени рассуждать достаточно содержательно. Вот для начала давайте вспомним, как это выглядит во всяком роде фантастики. То есть вот, скажем, справа картинка, стоит в чистом поле дверь, а за ней выглядывает какой-то другой мир. Ну и вот тут разные картинки из разной фантастики, иллюстрирующие вот это одно и то же. Значит, что в этом деле самое интересное? Давайте попробуем, вот отталкиваясь от картинки справа, нарисовать план вот этих двух смежных мирух. Не будем рассматривать трёхмерное пространство, ограничимся плоскостью, на которой эта дверь стоит. И вот у нас первый мир, вот у нас второй. Значит, вот этот отрезок, наша дверь в плане. Ну, очевидно, эта же дверь в плане присутствует во втором. Значит, мы стоим перед дверью в позиции 1, проходим через дверь, и оказываемся вот здесь, в позиции. То есть, что тут можно сказать? Можно сказать, что в обоих этих низкостях сделан разрез по этому отрезку, и южный герех разреза здесь склеен с северным герехом разреза здесь. В принципе, это ещё не полностью описывает нашу конструкцию, потому что у разрезов есть ещё второй перед. Здесь ещё вот такая позиция присутствует, здесь ещё присутствует такая позиция. И что-то с ними надо сделать. Поэтому давайте представим себе такое себе, что вот мы из позиции 1 прошли в позицию 2, а потом, чтобы выяснить, что же там происходит с другим берегом разреза, мы обходим нашу дверь, попадаем в позицию 3, и пытаемся пройти к нему с обратной стороны. Где мы чувствуемся? Ну, вообще говоря, пока что у нас модели недостаточно написано. Вообще-то вариантов тут два. Либо мы вернёмся в наш первый метр, окажемся со второй стороны той же самой двери, либо мы можем оказаться в каком-то третьем. Ну, давайте для начала рассмотрим простейший случай, когда мы вернулись к нему с одной двери. Значит, вот мы вышли из позиции 3, и с позиции 3 вышли из двери, и, конечно же, мы сочиняем. После чего мы можем обойти двери еще раз и замкнуть цикл. На что бы я обратил Ваше внимание? в том, что сама плоскость двери ничем не примечательна. Я вот нарисовал разрез в виде отрезков, но я могу, скажем, нарисовать, если этого здесь и здесь разрез в виде такой вот дуе, одинаковый и там вот так. То есть, тем самым, кусочек, который раньше относился к второму, вот этот кусочек, который раньше относился к второму, я приписал первому. А этот кусочек, который раньше относился к первому, я приписал ко второму. Это не важно. то есть в плоскости двери ничего примечательного не происходит то есть мы пересекаем и ничего не чувствуем но однако вся картинка в целом показывает, что явно, что с геометрией здесь что-то не так давайте попытаемся понять, где не так если сама плоскость двери вполне обыкновенная, ничем не примечательная поверхность то что же здесь примечательно? в конструкции такой двери? но только связано конкретно можно сказать, что происходит? какие-то точки? косяк косяк, правильно потому что давайте рассмотрим что вот у нас обычный мир ничем не связан и вот через поле стоит штучка вот у нас есть человечек вот он берется за этот стол правой рукой и обходит вокруг этого стола один круг длина пути который он придет 2 км где разница вот эта вот длина руки длина его руки понятно? а давайте посмотрим здесь а давайте посмотрим здесь вы беретесь рукой за правый косяк и входите в эту дверь и идете, 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 держась за косяк до тех пор, пока не вернетесь в прежнюю точку рука у вас по-прежнему длина r какое расстояние вы пройдете? все видим? потому что вот здесь одна окружность а здесь мы должны пройти две таких окружности одну в одну нет другую смешно то есть здесь ну условно напишем 4p считаете что это то есть в обычной точке если вы посчитаете полный развернутый угол то вы насчитаете 2p а здесь 4p лишний угол во всех остальных точках кроме косяков если вы по достаточно маленькому кружку и точку обходите все в порядке насчитаете 2p а здесь два раза больше и скажем если вот давайте нарисуем в качестве иллюстрации того что сама плоскость двери ничем не примечательна можно вот нарисовать вот такой кружочек центр где-то плоскость все видят что это один кружочек так что сюда 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 доходим прыгаем сюда здесь другие полотплоскости прыгаем в обратно и здесь все в порядке длина окружности 2p и если мы деформируем плоскость двери то тогда у нас получится деформируем плоскость двери здесь скажем вот так тогда здесь у нас этот кружочек полностью попадает в один из метров ну это еще раз иллюстрация того что сама плоскость ничем не примечательна ну давайте разбираться что же это за точки такие на плоскости ну не будем без необходимости выходить в трехмерное пространство сначала в плоскости все это дело рассмотрим в которых угол обхода вокруг какой-то точки отличается от 2p в одну или в другую сторону но сначала давайте рассмотрим более простой случай когда угол меньше чем 2p вот тут видите у меня всякие развертки нарисованы в частности вон слева вверху такой вот желто-синяя фигура со смайликом или как ее называются ну вы видите это развертка корпуса и когда вы этот корпус сворачиваете вот склеиваете одно с другим то вам не надо лист бумаги мять вам его надо только изъебать расстояние между точками на поверхности листа не умеется и соответственно если вы по поверхности этого конуса путешествуете и обходите какую-то точку которая не вершина по достаточно малой окружности которая вершина не затрагивает то здесь я вместо плоского пространства и в плену я не можно да а можно вокруг этой точки обойти тогда одна половинка контура здесь и другая половинка контура здесь и в другом перегу разреза но это не важно потому что мы всегда скажем можем вот здесь ножницами отрезать и этот клинышек туда переложить понятно то есть разрез здесь как и здесь плоскость двери ничем не примечательный примечательная вершина чем она примечательна тем что мы обходим вокруг этой вершины и вот эта точка из этой точки попадаем сюда та же самая ситуация обходим вокруг точек но длина окружности получается 2π-α на n где α вот этот угол у меня разумеется в радиаторе похож? да только знак другой здесь у нас угловой дефицит а здесь у нас разгоник так зачем у меня тут справа помещены всякие правильные многогранники ну просто чтобы обратить внимание что у вас если рассматривать геометрию на поверхности этого многогранника с точки зрения какой-то плоской букашки которая там ползает то локально это геометрия герклидова за исключением вершин ребро ничем не примечательно два соседних ребра многогранника их можно вместе развернуть на плоскость и тогда на это это ребро вы пересечете и не заметите а вот каждая вершина многогранника она устроена так же как кодекс с точки зрения внутренней янии понятно ли то есть берем скажем развертку куба если вы обходите вокруг вот эту вершину то вот вы отсюда попадаете сюда и длина такой окружности не два пи р а три вторых пи то есть если вот эту штуку вырезать то мы получаем развертку конуса можем ли мы придумать конус в котором вместо углового дефицита отрицательный вместо углового дефицита угловой избыток собственно это нам и нужно чтобы получить вот такой дверной косяк ну в принципе да тут слева фигура не не выпукл что важно и если мы возьмем вот угол как это было вот видно мышку вот этот угол то и посчитаете сумму углов всех граней которые там сходятся то вы насчитаете больше двух пи ну другой пример это вот видите вот такой вот воротник сильно гофрирован ну если этот воротник с человека снять и продолжить то может если этот воротник соответствующим образом устроен то мы можем получить вот такой гофрированный конус что я имею ввиду под конусом есть точка из этой точки выходит луч и он дальше крутится сканируя какую-то кривую кромку воротника и если и мы если эта кривая достаточно изогна то мы можем получить вот такой кодекс это конечно не прямой круговой кодекс к которому вы привыкли но это тоже кодекс у которого угловой избыток сколь угодно большой а локально локально если не обходить вокруг вершины по прежнему геометрия плоская так что мы можем в принципе вообразить себе вот такую коническую сингулярность с любым угловым избытком то есть если мы взяли вот такую развертку конуса а потом вместо того чтобы вот эти два луча друг с другом заклеили вклеили вклеили сюда клин с углом большим чем альфа вы получили угловой избыток в принципе если брать вот эту точку и эту точку то у нас ровно это и есть здесь есть плоскость с разрезом а мы в этот разрез с углом 0 мы в него вклеиваем клин с углом 2 пиль все понимают что точка с разрезом это тоже клин но вершина у которого 2 пиль и угол при вершине так что вот такая конструкция коническая сингулярность ну вот тоже вот некие примеры конусов с избытком угла то есть я попытался это здесь изобразить но если так ну тут вот этот конус слева он вложен в трехмерное пространство с самопересечением но нас интересуют внутренние геометрии поэтому какие-то самопересечения это связано с тем что мы пытаемся вложить это в пространство большей размерности если бы мы этот конус вкладывали не в трехмерное а в четырехмерное пространство но пересечений бы не было так что по поводу этих самопересечений не беспокойтесь так прежде чем переходить к следующей теме давайте немножко вернемся и попытаемся понять как эта геометрия связана с физикой ну здесь мне придется уже что-то вам сказать в расчете что вы поверите на слово или просто примете к сведению что вот так тоже бывает потому что соответствующие выкладки я вам провести не смогу так так первое при чем здесь у меня в названии были анонсированы не только проявления разные миры но и машины время при чем здесь это ну во-первых все все эти картинки которые я рисовал они описывают геометрию локально в какой-то области и поэтому то что вот это чистое поле пустыне и лес за дверь это разные миры вам никто не обещал может быть это удаленное место того же самого это так что все тут можно говорить про параллельные миры а можно говорить про некие так сказать мгновенные перемещения между удаленными с точки зрения одного исходного пространства точками и второе никто не обещал что у нас даже если у нас за дверью тот же самый мир никто не обещал что за дверью мир в тот же самый момент времени то есть может быть этот лес за дверью в прошлом или в будущем ну впрочем обычно когда в физике говорят про машину времени то говорят исключительно про путешествие в прошлое потому что путешествие в будущее по-своему тревельно мы и так все туда движемся за каждую секунду мы на одну секунду продвигаемся в будущее если вы хотите за одну секунду продвигаться в будущее больше чем на одну секунду но у нас есть специальная теория относительности есть парадокс слетайте туда и обратно куда-нибудь со скоростями со скоростями близкими к скорости света и тогда по вашим часам пройдет меньше времени чем по часам того кто у вас дожидался в исходной точке поэтому путешествие в будущее обычно считается тривиальным машина времени рассматривается исключительно примитивно путешествие в прошлое так теперь встречаются ли в физике такого рода в современной физике такого рода объекты как вот этот самый дверной кассет такая вот выделенная линия которая соответствует конической сингулярности ну тут поскольку пространство трехмерное то это коническая сингулярность выглядит уже несколько по-другому и уберем кусок трехмерного пространства и вырезаем из этого куска клинки чтобы получить коническую сингулярность с угловым дефицитом мы вот эти вот свободные полуплоскости клина друг на друга заклеены как это сделать они же вроде далеко друг от друга не обсуждают просто считаем что объект который пересек этот разрез как-то чудом появляется здесь можно поместить в четырехмерное пространство тогда можно будет изогнуть и склеить а можно вот считать что-то просто каким-то образом перепрыгивать не замечая это соответственно вот коническая сингулярность в трехмерном пространстве с угловым дефицитом а чтобы получить угловой избыток ну тоже берем прямую делаем от нее разрез по полуплоскости но надо туда этот разрез раздвинуть и вставить туда клин какой-то еще до полосы чтобы полный угол был больше 2 ну когда я говорю раздвинуть разрез то я имею ввиду что все равно угол остается прежним то есть мы как это поместить в какое-то в трехмерное пространство или в пространство в большей размерности нас не интересует нас интересует исключительно внутренний век так значит где появляются какого рода агенты ну тут нам надо будет немножко поговорить про общую теорию относительности ну проговорить про нее подробно не получится но некоторые моменты можно будет сказать может быть не слишком сложные но идейно принципиальные ну про общую теорию относительности все слышали какие-то там обрывочные сведения что там какое-то искривленное пространство время и что-то в этом роде и возникает кстати вопрос а в каком смысле оно искривленное что значит искривленное пространство это то есть вот с этой точки зрения вот это искривление и это не искривление ответ общая теория относительности имеет дело с внутренней геометрией пространства геометрии то есть геометрия с точки зрения наблюдателя который внутри этого пространства времени не живет и не может его покинуть поэтому когда вот я изгибаю лист без растяжения сжать это не искривление искривление когда меняется внутренняя геометрия этого листа геометрия с точки зрения плоской букашки нет искривленная геометрия пространства времени это не значит что у нас поле в пространстве четырехмерное пространство времени помещено в пространство большей размерности там и нем藝 Нет, это означает, что внутренняя геометрия отличается от геометрии плоского пространства. Геометрия плоского пространства времени это геометрия Менковского, геометрия специальной теории относительности, которую тоже, наверное, пока не знаете. Как определяют, что такое кривеск с точки зрения внутреннего времени? Делают параллельный перенос по замкнутому контуру. И если после параллельного переноса по замкнутому контуру вектор совпадает с исходным, то значит и так для любого контура, то значит пространство плоское. Вот и евклиновое пространство. Вот тут эти контуры, можно представить, что по этим контурам наша букашка ползет и тащит с собой лист. Переносит его по замкнутому контуру. И если контур не охватывает вершину, то после параллельного переноса вектор совпадает с исходным. А что будет, если контур оплатит? Ну вот, скажем, вектор. Мы его несем, несем, несем параллельно самому себе. Можно считать, что мы его несем по развертке. На развертке обычная евклидовая геометрия. Что такое параллельный перенос евклидовой геометрии, мы все знаем. И вот мы принесли этот вектор сюда, на другой перех развертку. Осталось сравнить направление вот этого вектора с этим. Как это сделать? Вот берем ножницы, пообразующие, отрезаем от этого конуса клинышек. И перекладываем этот клинышек вот сюда. Чтобы, когда мы этот клинышек перекладывали, мы его повернули. На какой угол? Да в точности на тот угол, который вот здесь вырезан из плоскости. На величину углового дефицита нашего конуса. Так что в итоге получилось, что, если у нас параллельный перенос вокруг вершины конуса, то мы зарабатываем поворот на угол в точности, соответствующий угловому дефициту. Причем в ту же сторону, в которой делали переносы. Мы обходили вершину по часовой стрелке и поворачиваем тоже по часовой стрелке. Если у нас угловой избыток, тогда на избыточный угол надо будет поворачивать противоположную сторону. Ну и раз у нас любой параллельный перенос не охватывающий вершину дает нам, не дает поворот, а охватывающий вершину дает поворот, то на конусе у нас вся кривизна сосредоточена в одной точке вершины. Ну, соответственно, вот в пространстве с таким вот коническим дефектом, с конической сергуляторностью, вот вдоль вебра вот этого дефекта у нас сосредоточена вся кривизна. То есть вот на этой картинке у нас пространство. Ну, время я сейчас не касаюсь, потому что время тут не затрагивается, и ничего интересного не происходит. У нас пространство всюду плоское, кроме самой вот рамки двери. Там вот как раз такие конические сингулярности. И вот физически такая коническая сингулярность соответствует объекту, который называется релятивистская струна. То есть это такой протяженный одномерный объект, у которого плотность энергии, линейная плотность энергии, совпадает с натяжением. Равный друг другу. Натяжение и линейная плотность энергии. И вот тогда такой объект создает вот как раз такую коническую сингулярность, и угловой дефицит оказывается прямо пропорционален той самой линейной плотности энергии этой струны. Соответственно, если вам нужен угловой избыток вместо углового дефицита, то вам нужна струна с отрицательной нитяжением. И с отрицательной энергии. Вообразить себе, но тем не менее, это можно. Если вы слышали что-то про теорию струн, слышали? То вот эти вот релятивистские струны, это как раз те самые струны. Только теория струн, которая претендует на теорию всего, там обычно рассматривают эти струны не в четырехмерном пространстве времени, а в десяти или в одиннадцати мерном. Потому что там их, оказывается, проще грунтовать. Ну, мы в такие тонкости вникать не будем. Просто отметим, что одно с другим светом. Вот эта теория струн, суперструн, а там подразумевается, что эти струны имеют микроскопические размеры, даже не то, что микроскопические, а размеры порядка планковских. Порядка там 10 милос 34, кажется, сантиметра. Ну, рассматриваются также и космологические струны, когда предполагается, что вот такой объект может быть наоборот, космологических размеров. И астрономы, в общем-то, пытаются найти, нет ли у нас просто во Вселенной чего-то подобного. В принципе, понятно, как такого рода объект наблюдать. То есть, вырисуем еще икону. То есть, если вот мы здесь, со своим телескопом. А здесь вот струна космологическая, а галактика, пускай где-то вот далекая галактика, по другую сторону струны. Пускай мы как раз на разрезе. Тогда мы эту галактику видим в двух разных направлениях. Одну и ту же, под разным углом. Ну, разумеется, при космологической струне угловой дефицит намного меньше, но смысл тот же. И поэтому, если вдруг мы обнаружим, что какая-то далекая галактика видна на небе два раза, причем без искажений, ну, только чуть-чуть под разными углами, то тогда, значит, где-то между нами этой галактикой проходит космологическая струна. Тут, почему я оговорился без искажений. Одна и та же галактика может быть видна на небе несколько раз за счет гравитационного линзирования. Но если гравитационное линзирование происходит за счет такого-то непротяженного объекта, а скажем, галактики или квазара, то тогда она видна, может быть видна несколько раз на соскажении. Как же без искажений? Ведь у нас с одной стороны проходит свет один путь, а с другой стороны он проходит совсем другой путь. Ну и с одной стороны, и с другой стороны он идет по плоскому пространству. Но в этом пространстве у нас есть какие-то объекты, которые вносят искажения по-любому? Да, разумеется. Но этим я сейчас пренебрихаю. В общем-то наше пространство более-менее пустое. Во всяком случае, небо ночью в основном черное. Что я... И поэтому, в общем, очень галактика, хотя друг друга и закрывают, ну, не так сильно. Ну ладно, продолжим. Значит, кроме вот... А, я еще забыл сказать, вот подобного рода объект, только когда мы обходим боков него и насчитываем больше угла, возможно, также и в других случаях, причем, в чем-то даже удобнее. Вот обруч с подобного рода свойствами, соединяющие два пространства, в общей теории относительности еще возникает, если мы будем рассматривать некий объект с очень большим моментом импульса, у которого, если положить к скорости этой единицы, момент импульса больше, чем вас. Мы с собой положили единицы, так что размерность оказывается одинаковая с моментом импульса и масса. И вот тогда это не черная дыра. В черной дыре всегда момент импульса меньше, чем масса. И в отличие от черной дыры у этого объекта нет горизонта. Нет горизонта событий. А получается вот такая голая сингулярность в виде такого вот колечка. И пройдя через это колечко, мы попадаем в какое-то другое пространство. Правда, тут геометрия в окрестностях этого колечка сложнее, чем просто конический дефект, потому что тут уже время тоже искажается. Ну, не будем сейчас в эти тонкости вдаваться. Просто отметим, что подобного рода решения общая теория относительности допускает. Значит, продолжаем в рамках общей теории относительности. Обсуждать есть еще в общей теории относительности решения, которые описывают так называемые кортовые улы. т.е. вот эта воронка, а тут слева и справа изображено, в общем-то, одно и то же. Т.е. поверхность, двумерная поверхность этой воронки изображает наше трехмерное пространство. Т.е. мы сидели, путешествуем по поверхности этой воронки. И вот эта воронка, если далеко от горловина уйти, то там получается два практически плоских пространства. Вот на правом рисунке мы к этой воронке приближаемся, приближаемся, приближаемся. По мере того, как мы приближаемся, радиус сферы, которые охватывают горловину, на этом рисунке сфера превратится в окружность, уменьшается, но при этом поверхность сферы или период этой, или периметр этой окружности уменьшается, но уменьшается до тех пор, пока мы не достигли горловины. А когда мы достигли горловины, он снова, сфера или окружность снова начинает расшириться. Или, если хотите, по-другому. Если вы на эту радиальную образу в эту воронку влетаете, и по соседству с вами летят какие-то пылинки, то соседние пылинки сначала к вам приближаются. Потому что вы по радиусу летите. Они к вам приближаются, приближаются, а в какой-то момент, когда вы проходите горловину, вы обнаружите, что они уже к вам не приближаются. А когда вы миновали горловину, вы вдруг обнаружите, что вы летите не внутрь, а наружу. То есть, вот это вы летите внутрь, а вот это вы летите наружу. Вот такая конфигурация называется кротовый нарк. Такого рода решения уравнения Эйнштейна в общей твереотносительности тоже присутствуют. В принципе, тут уже локальная геометрия не является плоской. Это, в частности, означает, что вы будете, пролетая через такую воронку, испытывать крылевные силы. В чем выражаются крылевные силы? В том, что общая теория относительности – это теория чего? Это теория пространства и времени, которая одновременно оказывается теорией гравитации, потому что гравитация – это эффект того, что пространство-время не плоское. С точки зрения общей теории относительности, что такое приливные силы? У вас есть объект, который хорошо чувствует себя в плоском пространстве. А он вылетает в область, где пространство кривое. И тогда, за счет того, что пространство кривое, он вынужден деформироваться. И то, что его деформирует, мы называем приливными силами. Если эта воронка узенькая, то объект, пролетив сквозь нее, должен сильно продеформироваться. А если объект маленький по сравнению с этой воронкой, то тогда он ее может прилететь и не заметить. Тогда приливные силы будут нечислить. Так что, для того, чтобы такую воронку безопасно пролететь, надо, чтобы ее размер был много больше, чем ваш размер. Но, как видно уже из соображений размерности, диаметр этой воронки примерно соответствует сопропорциональной ее массе. А масса земли будет соответствовать диаметру порядка 2. Так что, если вы хотите приготовить кротовую нору, чтобы туда можно было пролезть и остаться в живых, то вам нужна масса существенно больше, чем масса земли. Ну, наверное, и Юпитер будет достаточно. 300 масс земли. Впрочем, те же самые соображения размерности показывают и энергетическую стоимость вот этого дверного косяка. Тоже порядка массы земли на 1 продонный метр. Правда, тут я уже не уверен, будет ли эта масса земли с плюсом или с минусом. Впрочем, если с минусом, то это еще в чем-то хуже, потому что это может означать, что этот объект окажется неустойчивым. Будет ли устойчива струна с отрицательными тежами? Вопрос на адресе. Впрочем, если вот кротовая нора, это некий родственник черной дыры. Только для того, чтобы через эту, эта черная дыра являлась дыркой в соседнее пространство, нам надо либо, чтобы она хорошо вращалась, либо, чтобы там было какое-то экзотическое вещество. С обычным веществом, ну вот, люди считали, находили, что кротовая нора должна быть неустойчива относительно попытки сквозь нее пролететь. При попытке сквозь нее пролететь, она, вот эта головина, должна вроде бы склопаться. Не знаю, я сам ее не проверял, но эти расчеты проводились для обычного вещества, у которого давление по модулю не больше, чем плотность энергии. Если это энергетическое условие нарушить, то, возможно, всякая экзотика, включая устойчивые черные дыры. Опять-таки, как и в случае с этой вот дверью, кротовая нора, она может ввести в другую Вселенную, может ввести в отдаленное место нашей Вселенной, и она может ввести в нашу Вселенную в прошлом или в будущем. В принципе, если вы сумели приготовить кротовую нору каким-то образом, то сделать из нее машину времени всегда можно. Надо, чтобы один конец этой кротовой норы. То есть эти входы и выход кротовой норы выглядят как две каких-то тяготеющих массы. Надо один вход оставить где-то висеть в пространстве, а другой погонять по орбите вокруг какого-нибудь диаметра. Тогда за счет революсивистского замедления времени между двумя концами этой кротовой норы наберется сдвиг по времени. Значит, вы гоняли по орбите один конец, потом свели с орбитом, вы тоже пустили болтаться, и у вас получилась некая фиксированная разница по времени между этим концами. Но тут обратите внимание, что машина времени в общей теории относительности, она не позволяет путешествовать во времена, предшествующие созданию машины времени. То есть вот есть два входа и выхода, и два входа в большого времени. Через один вход проходите. Уходите в прошлое нафиксированное время, проходите обратно, уходите в будущее нафиксированное время. А вот так, чтобы вот взять, покрутить ручки, и в любое наперед заданное время в прошлое или в будущее, не получается. В принципе, сама по себе общая теория относительности ничего не говорит по поводу возможностей путешествия во время. Точнее, по поводу невозможностей путешествия во время. Такого рода решения уравнения и штейма есть, хотя, как правило, эти решения считаются в чем-то неприличными. То есть считаются патологическими, и их отбрасывают, как не физически, и говорят, что давайте руками вставим принцип причинности, что пространство-время, в котором объект может попасть в собственное прошлое, будем выкидывать, не будем рассматривать. Такие будем считать, что это все потом. Однако, хорошего обоснования, почему так, у нас нет. Про машины времени тоже люди доказывали теоремы, что они должны быть неустойчивы относительно даже для того, что пролетит один фотон в прошлом, то горловина все равно должна схлопнуться. Но, опять-таки, все эти теоремы обычно доказывают для обычного вещества, а для вещества, у которого давление по модулю больше, чем плотность энергии, может быть и не так. Вот тут у меня еще один слайд с напоминанием того, чем внутренние геометрии отличаются от внешней. То есть внешние геометрии, это как у меня этот листик двумерный, вложен в трехмерное пространство. И внешние геометрии, то, что я его изгибаю, замечаю. Внутренние геометрии, это геометрии фигур, которые тут на этом листике нарисованы. Как бы я его ни сгибал, если я его не растягиваю и не сжимаю, внутренние геометрии этого не чувствуют. Вот, скажем, тут справа у нас нарисовано, вот как мы заклеиваем ленточку на цилиндр, либо на лист мю-бинус. Когда мы заклеиваем ленточку на лист мю-бинус, то мы можем повернуть один конец относительно другого по часовой стрелке или против часовой стрелки. На любое полуцелое число оборотов. С точки зрения внутренней геометрии, это все одно и то же. Потому что вы все равно из точки А попадаете в точку С. А с точки зрения внешней геометрии, это различается. Это вот некая иллюстрация такого различия. Так вот, в общей теории относительности есть разного рода обобщения. Принцип общей теории относительности – это простейшая геометрическая теория гравитации. Мы можем ее обобщать. Обобщения есть разные, в том числе есть обобщения, в которых наше четырехмерное пространство-время представляется как некая мембрана в пространстве-времени большей размерности. И тут уже для нашего четырехмерного пространства-времени можно и нужно говорить не только про внутреннюю, но и про внешнюю геометрию. Как оно буквально изогнато в пространстве-времени большей размерности. Такие модели рассматриваются. Так что, говоря о параллельных мирах, если мы рассматриваем такие обобщения общей теории относительности, то тогда можно говорить о действительно параллельных мирах, вот в обычном смысле параллельных, как плоскости. Вот тут рисунок от Элистерина. И мы можем вообразить, что они там изгибаются между ними. Есть вот там такие двери, или вот кротовые норы. Так что вот все, то, что я перед этим показывал, на этот случай тоже, в общем-то, может быть перенесено. Тут еще вот надо поговорить, как устроено пространство и пространство-время в малых масштабах. Насколько малых, вообще говоря, планковских. Правильный ответ такой, что мы не знаем, как это устроено. Потому что там планковские масштабы, это масштабы, на которых должны начать сказываться для пространства-времени квантовый эффект. А квантовой теории гравитации, квантовой версии общей теории относительности, у нас до сих пор нет. Вот с тех пор, как в 15-м году создали общую теорию относительности, в 1915-м, и в 1925-м квантовые механики, мечта физиков их между собой состыковать. До сих пор в полной мере это не удается. Во всяком случае, кандидаты есть не такую теорию, ну, та же теория, но общепризнанного кандидата нет. Во всяком случае, ожидается, что вот на таких вот малых масштабах у нас будет с иометрией пространства-времени происходить квантовая флуктуация, будут там рождаться и уничтожаться не только виртуальные частицы, ну, слушаем, что на малых временах, которые позволяют соотношение неопределенности, может там из ванку возникнуть электрон-позитронная пара и быстро-быстро убраться обратно до тех пор, пока никто не успел ее пронинфектировать. Ну, а на пространство-времени ожидается, что на плавковских масштабах у нас могут вот такие-таки происходить с иометрией пространства-времени. Могут спонтанно рождаться и исчезать кротовые норы, машины-времени, маленькие вселенные. То есть вот эта вот арка изображает вот такую, извините, микро-кротовую нору. А вот этот пузырек изображает, что вот там родилась виртуальная вселенная, которая потом схлопнется обратно. И в принципе, зачем я это показываю? Ну, дело в том, что, вообще говоря, общая теория относительности – это теория, в которой геометрия пространства со временем меняется непрерывно. И, соответственно, если в общей теории относительности есть кротовая нора, то эта кротовая нора должна существовать от начала времен. Ну, или вот такая, тоже должна существовать от начала времен. Ну, может быть, другого размера, другую форму, но она в каком-то виде должна существовать, чтобы непрерывным образом потом деформироваться то, что нам нужно. А изменение топологии пространства – это уже мы ожидаем от квантовой теории, поэтому про нее приходится упомянуть. Тут вот я на всякий случай напоминаю планковские масштабы, на которых мы это ожидаем. Планковская длина, вот видите, здесь минус 35 метра, планковское время 10 минус 44 секунды, а планковская масса, обратите внимание, очень большая, 10 минус 8 килограмм. Это макроскопическая масса. Это масса капельки воды порядка 1 треть, кажется, миллиметра. Вот такую каплю воды вы видите невооруженную массу. Если планковскую массу умножить на цирк квадрат и получить планковскую энергию, то получится что-то порядка 500 килограмм в тротиловом эквиваленте. Значит, как устроено пространство на очень больших масштабах? Но опять-таки мы это не знаем. Значит, астрономические наблюдения показывают, что на доступных нам космологических расстояниях пространство в среднем плоское. Евклик. Но глобальную структуру мы не знаем. То есть слева вот нарисован рисунок, что может быть вот там, где у нас черные дыры, у нас есть через эти черные дыры выход в какие-то другие вселенные, которые вот тут нарисованы, как пузыри. Может быть, у нас глобальная структура представляет себе вот что-то типа дерева из этих пузырьков вселенных, соединенных вот этими кротовыми нормами, не знаем. Значит, по поводу всяких экзотических видов материи. Для нашего разговора важно то, что на самом деле мы толком не знаем, из чего состоит вселенная, какое вещество у вас заполняет. Вот 0,4% от всей плотности энергии это звезды и прочее вещество, которое мы хорошо видим. Еще 3,6%, то есть в 9 раз больше примерно, это межгалактический газ, водородный слон. Ну, это, в общем-то, тоже обычное, понятное нам вещество. Вот мы понимаем вот эти 4%. Еще 22% это некая загадочная, чуть темная материя. Мы про нее знаем, что давление она практически не создает и вместе с обычным веществом кучкуется в галактике. Каждая галактика, кроме обычной материи, содержит темную материю. И за счет этого масса галактики оказывается в несколько раз больше, чем если посчитать сумму масс всех звезд, газовых облаков и тому подобное. Это давно известный парадокс, который вот сейчас принято объяснять темной материи. Есть альтернативные версии, что на самом деле это, что надо модифицировать общую теорию относительности. И 74% это так называемая темная энергия. Что это такое? Ну, это нечто, некое вещество или не вещество, у которого давление равно плотности энергии с обратным знаком. И такое вот чудное уравнение состояния, что давление равно плотности энергии с обратным знаком соответствует тому, что когда это вещество расширяется, оно не становится менее плотным. то есть если вещество с положительным давлением расширяется, то вы у него энергию забираете. Потому что оно должно, чтобы расшириться, совершить положительную работу. А здесь оно, чтобы расшириться, должно совершить отрицательную работу. И тем самым энергии у него становится больше. и плотность этого вещества не меняется по мере того, как оно расширяется. Вот поэтому оно в настоящий момент стало доминировать, что оно расширялось, расширялось, оно становилось менее... А обычное вещество становилось менее плотным. Еще темная материя становилась менее... Может быть, даже у темной энергии давление немножко больше по модуле, чем плотность энергии. Если это так, то это открывает дорогу к тому, чтобы стабилизировать те самые открытые энергии. То есть там как раз нужна такого рода экзотическая материя. Но сейчас считают, что темная энергия это на самом деле энергия вакуума, она же космологический член, который в свое время придумал Эйнштейн и считал своей главной шлейкой. Так что темная энергия нам может быть интересна с той точки зрения, что она может быть, а может быть и не позволит стабилизировать кротовые норы, чтобы через них можно было проходить. И они при этом не схлопывались. А темная материя интересна с той точки зрения, что с ней могли бы быть связаны другие разновидности параллельных миров. А Эйнштейн, у нас сейчас считается, что темная материя сквозь обычную, по всей видимости, проходит свободно. И, соответственно, это открывает возможность для разного рода фантазий. например, как я говорил на вчерашний лекция, у нас слабое взаимодействие нарушает симметрию между объектом и его зеркальным отражением. Это, в общем-то, не очень красиво. И возникает мысль, а давайте представим себе, что на самом деле эта симметрия есть. Просто зеркальная материя с обычной матерью взаимодействует исключительно гравитационно. А если зеркальная материя с обычной материей взаимодействует исключительно гравитационно, то гравитационное взаимодействие самое слабое. Тогда будет как раз примерно такая ситуация, что через эту зеркальную материю наш обычный свет будет свободно проходить, мы ее не заметим. А зеркальный свет через нас будет свободно проходить, мы не заметим. И тогда может получиться такая ситуация, что в одном и том же пространстве есть два сорта материи, которые взаимодействуют только гравитационно и которые другими способами друг друга не видят с учетом того, что у нас на нашу обычную материю приходится 4%, на темную 22% мы тут можем нафантазировать, как вы видите, еще штук 5 сортов вещества которые между собой, кроме как гравитационные, не взаимодействуют и можем себе представить, что в нашей галактике, помимо обычных звезд, есть еще темные звезды которые друг друга видят, но мы их не видим но ведь тогда бы мы заметили, что вот, например, такие планеты, которые бы угощались вокруг другого места сквозь которая свободно проходит в потону ну, во-первых, ловить экзопланеты мы научились сравнительно недавно хотя их уже выловили там тысячу или там две штук, но их все-таки ловят около звезд экзопланету в пустом пространстве мы пока что поймать не умеем потому что мы их ловим как-то, что планеты проходят на фоне диска звезды, яркость меняется, что планеты раскачивают звезду соответственно, звезда чуть-чуть колеблется а планету, которая вдалеке от звезды, мы пока ловить не умеем понятное дело, что когда, а кстати, когда есть надежда, что мы сможем такого рода объект ловить с помощью гравитационного микролинзирования что когда этот объект проходит на фоне далекой звезды, мы будем наблюдать соответствующие изменения яркости но за счет микролинзирования мы не сможем определить, это планеты из обычного вещества или из тем то, что гравитационно-то они взаимодействуют одинаково поэтому, пока что, таким образом фантазировать можно, и это не будет лженаукой можно на эту тему писать научную фантастику, которая будет вполне русской современной физики ну и наконец, у меня еще, кажется, есть немного времени если мы говорим о параллельных мирах, можно было бы поговорить и о том, какие возможности для фантазии на эту тему открывает нам квантовая механика ну, в общем-то ну, предположим, что существует излучение Кокинга ну, значит, для которого, наверное, возможно, есть существует излучение да поэтому можно определить ну, как и это, правда, надо искать гравитирующие объекты по Кокинговскому излучению это занятие практически безнадежное, за исключением реликтовых черных дыр дело в том, что температура Кокинговского излучения обратно пропорциональна массе и эта температура для черных дыр даже звездных масс а более легкие черные дыры, чем звездные массы, у нас сами по себе сколлапсировать не могут составляет там, я не помню, 10 минус какой кельвер ну, в общем, это много меньше, чем температура реликтового излучения и единственные объекты, для которых можно рассчитывать поймать Кокинговское излучение это реликтовые черные дыры черные дыры малой массы, которые существуют от начала времен у малой массы, ну, скажем, 10,5 кг я тут могу аж пробраться на несколько порядков ну, в общем, эта масса все равно большая по сравнению с привычными нам массами окружающих нас объектов но малая даже по сравнению с массой Земли ну, можно вопрос, а Вы же сказали, что кротовые норы тоже должны существовать от начала времен если не брать в расчет квантовую гравитацию в классической общей теории относительности, которая у нас сейчас есть у нас нет возможности изменить топологию простати соответственно, кротовая нора должна существовать от начала времен, но может, скажем, меняться массой она может из микроскопической стать микроскопической или обратной но вот возникнуть из ничего или исчезнуть никуда не может ну, тут нет у нас квантовой гравитации что-то за 90 лет не изобрели пока ну, теперь про квантовую механику ну, тут в контексте и квантовую механику, если говорить про параллельные миры, стоит обсуждать в контексте многомировой интерпретации ну, Вы все знаете, наверное, вот этот мысленный эксперимент, слышали знаменитый код Шельдингера значит, ящик, очень хорошо изолированный от окружающей среды это важно, чтобы не было никаких неконтролируемых взаимодействий в этом ящике помещается код то есть макроскопический объект который даже в роли наблюдателя мог бы выступать и некая адская машинка которая состоит, что вот есть лазер есть полупрозрачное зеркало, от которого фотон лазер распускает один фотон и он либо отражается от зеркала, либо проходит если, скажем, проходит насквозь то попадает в датчик и вот там молоток разбивает колбас едом и, соответственно, что нам говорит на этот счет квантовая механика если бы мы захотели с помощью уравнения Шельдингера всю эту систему описать то вначале у нас лазер разлучает фотон фотон натыкается на зеркало и он попадает в суперпозицию двух состояний где одна часть фотона прошла через зеркало другая часть не прошла точнее он либо целиком прошел либо целиком не прошел но вот присутствует суперпозиция двух состояний как бы прошел и не прошел одновременно это не для одного фотона это еще не страшно мы можем поставить еще пару зеркал тройку зеркал и собрать оба этих волновых пакета на которые фотон расщепился обратно И этот фотон снова локализовать Но дело в том, что если дальше один из волновых пакетов попал на датчик, другой не попал То у нас уже получается, что уже и адская машинка попала в суперпозицию двух состояний Где одно состояние поглотило фотон, как и вы не поглотили А потом уже в это перепутанное состояние попал уже и код Вот тут квантовое состояние они описывают не отдельный объект, а систему в целом И в конце у нас получится, что у нас суперпозиция системы в двух состояниях Одно состояние фотон отразился, машинка не сработала, код же слеп Другое состояние фотон прошел, машинка сработала, колба разбилась Ну между этими состояниями еще некие комплексные коэффициенты Точнее мы ставили подобный эксперимент, здесь вместо кота Пытались брать некий осциллятор, который ведет себя к квантовому образу И убеждались, что да, вот этот осциллятор действительно может оказаться в суперпозиции возбужденного и невозбужденного состояния А если поставить такой опыт на реальном коте, то вы не сможете представить себе измерение Которое отличит состояние кот жив плюс кот мертв разделить на корень из двух И состояние кот жив минус кот мертв разделить на корень из двух Вы не сможете придумать такое измерение, которое эти состояния между собой различают Вы сможете придумать измерение, которое отличит живого кота от мертвого А с точки зрения такого измерения вы ничего интересного не заметите Вы заметите, что вы либо кота убили, либо не убили, и все Это неинтересно Дело в том, что если у вас фотон отразился плюс порошок разделить на корень из двух Или отразился минус порошок разделить на корень из двух Вы можете эти состояния различить Можете поставить эксперимент, который их различает На фотонах можно построить интерферометр Что надо сделать, чтобы построить интерферометр? Надо, чтобы вы один и тот же объект привели из одного и того же конечного состояния Начального состояния в одно и то же конечное Двумя взаимоисключающими способами Так, чтобы вы сами не могли определить, каким способом он прошел Вот, скажем, интерферометр Вот, луч входит в полупрозрачное зеркало Расщепляется на два луча Здесь два обычных зеркала Здесь еще одно полупрозрачное Если вы этот интерферометр правильно отзюстируете То можно добиться того, что на выходе луч будет только здесь, а здесь луча не будет И можно пускать по одному фотону И получится, что этот фотон интерферирует сам с собой Сюда он не может идти, потому что сюда интерференция разрушающая, сюда усилищая На одном фотоне можно построить интерферометр То есть прибор тела пройдет двумя путями одновременно, и вы не сможете подсмотреть, как он прошел А на котах вы интерферометр не построите У кота слишком много степеней свободы Вы не сможете живого кота и мертвого привести в одно конечное состояние Причем сделать это так, что никто не сможет определить, был ли этот кот в этом пролежуточном состоянии жив или мертв Так что на настоящих котах ставить этот эксперимент бессмысленно Ну и с точки зрения мировой интерпретации квантовой механики Получается, что наша Вселенная должна находиться в суперпозиции огромного числа состояний Среди которых есть куча макроскопически различных То есть если смотреть там не слишком далекие состояния Вот я мог сегодня с утра одеть рубашку другого цвета И сейчас вот вы суперпозиции состояния в этом случае Вот в этой серой рубашке, в другой случае полосатой рубашке Читая одну и ту же лицу Но вообще тут, если брать в следующее целое состояние И стартовать с начала времен То у нас получится куча состояний В большинстве из которых вы вообще не родились В каких-то состояниях там Такие же вы родились в совсем другой стране Или даже на другой планете Что в каких-то вариантах вы поступили именно в физтех Агмифи или в баунг В общем, все возможные исходы, которые не противоречат законам сохранения В этой здоровенной суперпозиции В этом, как его называют иногда, мультиверсе Должны присутствовать Другое дело, что эти макроскопически отличные Состояния друг на друга не влияют Влияют только те состояния, которые отличаются очень слабо Скажем, на состояние одного фотона Тогда да Можно рассматривать вот этот интерферометр Как свидетельство взаимодействия нашей Вселенной Вселенной, которая отличается на то Куда пошел этот фотон внутри интерферометра Так что Современная квантовая механика Она допускает Что вот наша Вселенная Может находиться вот в таком состоянии Которое можно описать Как огромная куча параллельных Вселенных Которые в каком-то смысле сосуществуют И каждый раз, когда происходит какая-то квантовая встречальность Наша Вселенная расщепляется на несколько параллельных Где реализуются всевозможные исходы Но Современная квантовая механика Не позволяет этим параллельным Вселенным взаимодействовать Впрочем, тут можно пофантазировать Скажем, современная квантовая механика линейна Уравнение Феденгера линейно-пологовой функции Всего этого у нас есть принцип суперпозиции Как всегда в линейных уравнениях Который как раз и означает Что разные Вселенные Параллельные и Веретовские Много мировой интерпретации квантовой механики Друг друг другу не взаимодействуют Если мы рассмотрим нелинейную модификацию квантовой механики Мы можем себе такое пофантазировать То тогда может оказаться, что эти параллельные Вселенные И как-то могут друг на друга влиять Кроме того, если вернуться к предыдущим слайдам То мы можем себе пофантазировать и такое Что вы, скажем, выходите через дверь в удаленное место нашего же мира И обнаруживаете, что вы, пройдя через дверь, попали в другую Веретовскую Вселенную Где когда-то в прошлом реализовались другие квадровые вероятности Можно себе и такое вообразить Пожалуйста Но это, в общем-то, понятно, все достаточно далеко, к сожалению, от эксперимента Но, тем не менее Но, тем не менее, с какой точки зрения это интересно Ну, во-первых, это просто интересно пофантазировать Во-вторых, обсуждения подобного рода Пусть альтернативы, пусть они выглядят фантастически Позволяют лучше понять имеющуюся у нас теорию И, соответственно, получается, что, да, это с одной стороны фантазия Но, с другой стороны, скажем, когда запускали большой адронный коллайдер То, как в числе того, что могло бы быть на нем обнаружено Рассматривали такой вариант Что мы можем модифицировать общую теорию относительности Как раз рассматривая наше четырехмерное пространство Как мембрана в пространстве большей размерности И некоторые такие модификации допускают эффекты квантовой гравитации Не на масштабах планковских, а уже на масштабах большого адронного коллайдера То есть масштаб энергии на большом адронном коллайдере до планковских энергий Не дотягивает примерно на полтора десятка порядков Примерно на 10-15 Но, тем не менее, мы можем таким образом модифицировать общую теорию относительности Чтобы мы могли ожидать квантовых эффектов уже на этом масштабе И, соответственно, вы, наверное, слышали, там, вот, пресса активно бульсировала Что вот там на большом адронном коллайдере может родиться машина времени или черная дыра Это рассматривалось вот как раз применительно к таким модификациям общей теории относительности Ну и понятное дело, что черная дыра или машина времени Там, если бы родилась, то родилась бы черная дыра или машина времени с массой, соответствующей энергии большого адронного коллайдера То есть она сразу поставила бы сигнал? И она бы... И вот тут бы, конечно, сразу за счет коккировского излучения она бы испарилась И просуществовала бы эта машина времени или черная дыра Ничтожную долю секунды И если бы через эту машину времени не успел бы что-то пролететь То максимум какая-то там случайная элементарная частица Так, ну и время у меня кончается, поэтому я вот обращу ваше внимание, что вот кое-что идейно близкое Вы можете, скажем так сказать, наблюдать в сказках элисов «Строгие чудес» и элисов за зеркальными Тут вам и нора, правда, не кротовая окровище, ведущая в другой мир И зеркальный мир, в котором все то же самое, но немножко не так Так что с точки зрения фантазии Вот Данит Гильберт, один из создателей общей теории относительности параллельно с Эйнштейном Как-то выразил, сказал правдовой своих учеников Он стал поэтом, для того, чтобы стать математиком, у него не хватило фантазии Так что развивайте фантазию, читайте сказки На этом, наверное, все Аплодисменты Аплодисменты